Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередную лекцию в Красном университете Фонда Рабочей Академии. Тема сегодняшней лекции – взаимосвязь категорий бытия в науке и лойке Гегеля. Я думаю, что этой лекции предшествует уже знание о том, что диалектику разработал Георг Виргельфридер. Гегель разработал его как систему, не как отдельные какие-то положения вроде Гераклита, что вот всё течёт, всё изменяется, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. И люди, которые не знают диалектики, всегда теряют второе положение, что только в одну и ту же реку можно войти два раза. Потому что если вы имеете разные реки, так тут в один раз в одну вошли, в другой в другую, и это положение рассыпается. Тем не менее, повторяется это людьми, которые не очень понимают, о чём говорят. Потому что диалектика не исключает рассмотрение противоречий, наоборот, предполагает, и вообще это есть учение о противоречиях. И мы будем пользоваться диалектическим методом, изучать одновременно, и мы будем пользоваться и изучать, изучать и пользоваться. Что такое метод? У Гегеля есть очень хорошее определение метода. Я советовал всем его или записать, или запомнить, или сначала записать, потом запомнить. И никогда его не забывать, что это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Это что значит? Давайте разберём это понимание метода. Осознание формы внутреннего самодвижения, содержание изучаемого предмета. У вас есть какой-то предмет, который вы хотите изучить. Что надо осознать? Форму внутреннего самодвижения. А раз надо изучить и осознать форму внутреннего самодвижения, надо понять, в чём его самодвижение. А самодвижение чем обеспечивается? Что источником движения и самодвижения? Противоречия. Нет, нет, в развитии есть противоречия. Надо найти в этом содержании противоречия. То есть пока вы не нашли там противоречия, не взяли к рассмотрению этих противоречий, вы содержание не раскрываете как живое содержание, а как мертвое только можете раскрывать. Дескать, было, 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 вот сейчас вскрыли. Поэтому Энгельс сюда примеры такие приводил. Вы живой будете объект брать или труп? Потому что части лишь у трупа. Если о частях говорить, то, а если вы возьмете живого человека, у вас вот рука, где кончается? Вот нет, у вас, девушка, рука где кончается? Левая? Наверное, здесь. Здесь, она у вас живая. А вот сюда кровоток, где находится? А, ну вот, значит, от сердца идет. Видите, совсем другой разговор. А я думал, вы хотите, а думал, у вас искусственная рука. Вы как показали, а так похоже, как будто естественная. А еще она никуда у вас не подключена, эта рука. Вы можете так пальчиками поделать? Это сердце вам командует, нет? Да, ну, нет. Ну, так, значит, она и отсюда начинается. Ну, вот и... Вот это иллюстрация того, что говорил Энгельс, что части лишь у трупа. Это, конечно, очень хорошее дело, что наши студенты-медики идут в анатомический театр, режут там трупы. Потому что если вот вам, не дай бог, придется пойти на операцию, а я вот уже был однажды на хорошей операции, ну, я сразу сказал, что пусть будет вот у меня тот, меня режет, который 20 раз уже трупы резал, и не ехать, чтобы был первый у него. А то он разрежется, будет спрашивать, а где вы, ваше телеенка? Не помните. Поэтому мы не хотим зачеркнуть другие виды знаний, в том числе и формальную логику. Но мы сейчас говорим о специфике диалектической логики, она берет живое. А живое может быть только противоречивое. Ни противоречивого живого не бывает. Уже я забегаю вперед, потому что сегодня мы должны эту категорию разобрать. Какое противоречие или в чем состоит противоречие движения? Кто сможет сказать? Противоречие изменения. Изменения – это противоречивая категория. А в чем противоречие-то? Две стороны, два момента. Давайте, вот я уже, так сказать, нападал на одного. У нас вот первый ряд у нас, специальная серия, они привели... Спешение с одной стороны проходит через какую-то точку, допустим, слева направо. Оно в этой точке находится, но оно в ней не замирает. Оно одновременно как бы в ней находится и через нее проходит. По поводу противоречия движения. Оно как-то так. Это всегда возвращение назад, движение. А что значит с одной стороны? А с другой стороны забежите, уже другое, да? Как вот на слона посмотришь, с одной стороны две ноги. Сзади посмотреть тоже две. А спереди посмотрите, еще и хобот видно. Что-нибудь с одной стороны. То есть какой-то тут... Ну, можно без мусора это брать. Движение два момента. Какие? Прихождение и становление. Нет. Это откуда вы взяли такое? Сами придумали? Нет такого. Я первый раз такое слышу. Может, это что-то, какое-то новое открытие, но я... Ну, хорошо, мы до этого дойдем сегодня. До того, что такое изменяющееся нечто. Это изменяющееся нечто. Это надо читать в первом томе. Значит, товарищи... Я-то просто проверял. Товарищи, которые хотят послушать лекцию, для того, чтобы уяснить, что прочитали, или для того, чтобы послушать, вместо того, чтобы прочитать. Так что вот у нас пока еще такая ситуация, что, скажем, если и прочитали, то, возможно, не вполне усвоили то, о чем там идет речь. А как можно усвоить такую сложную вещь? Как, считаете, надо действовать? Начинать надо с простого и идти к сложному, или со сложного и идти к простому? Простому. Ну, а что самое простое на свете? Вот это Гегель взял за начало. Поэтому он хоть в сто раз идеалист, хоть в сто раз идеалист. Он, если взялся разрабатывать методологию или метод диалектики, науки и логики, он должен был взять то, что, действительно, взять ту категорию, самую простую, которая и есть, которая описывает и характеризует, что? То, с чего начинают. Что вы в самом начале знаете про то, что мы впервые начинаем рассматривать, разглядывать, изучать? Что мы в самом начале можем о нем сказать? О том, что оно есть. О том, что оно есть. Это вы ничего не можете сказать. А вот, товарищ Игорь, бесконечно богаче знаниями, чем вы. Бесконечно, потому что он все знает про эту категорию, а вы ничего. Видите разницу? Вот, учитесь. Вот так и экзамены. Один пришел, знания примерно такие же. Один, двой, пятерку за одно и то же почти. Правда? Сейчас мы выясним, что это одно и то же. Значит, надо начинать с того, что есть. Правильно? Ну, если вы что-то изучаете. Вот я ничего не знаю про вот этот микрофон. Даже не знаю, что это микрофон. Ну, если я хочу начать его изучать, что я должен про него сказать, что он есть. Потому что если его нет, ничего я буду изучать. Первое, что я могу про него сказать и что констатировать, что могу познать, это мало что ли? Почему в бесконечном много раз это больше? Потому что вот вам существенно, важно вам, что вы есть или вам все равно, вы есть или вы нет? Вы, да. Важно, да? Да, очень, наверное, важно. А то пришел человек на университет и нет потом его, ничего себе. Нет, это нам не нужно, чтобы он есть и пусть и дойдет до дома, чтобы на нас ответственность не ложилась тяжкая за такие дела. Или, скажем, деньги есть или нет, кому это совершенно не важно, знаете, пожалуйста, мы истратим на нужды фонда рабочей академии и красного университета. Валерий Александрович, если такие появятся, которые безразличны, есть ли у них деньги или нет, пусть несут. Не отказывайтесь. Нет, нет. Есть такие люди, поднимите руку. Нету. Сегодня я вот слушал, не так давно, перед тем, как пойти на лекцию, выступала Кравцова, миллиардерша. Да, говорит, у нас тут все хорошо, мы заработали миллиард. И мы помогаем, мы храмы строим. Убийцы тоже строят храмы, потому что они как-то на всякий случай строят, мало ли. Потом придешь на суд страшный, а там спрашивают, откуда деньги? Мы заработали. А Господь знает, что заработать невозможно такие, только получить можно, а получить можно любые. Так что он дальше будет копать. Так, итак, первая категория, вот, вы уже первую категорию раскрыли, все, у вас уже, можно сказать, взятки гладки. Дальше, следующие должны дальше мы двигаться, изучать. Бытие. Раз это есть, это бытие, то, что есть. Только не бытие, а то какие-то вот у нас товарищи бывают, говорят, бытие. Ё-моё, бытие. Что, почему бытие, не бытие? Бытие у Гегеля. Бытие. Вот. Расглядываем. Какое это бытие? Что мы про него знаем вначале? Что вы про него знаете? Не, вы не говорите, вы все знаете про него. Что вы про него знаете? Что она есть? Что она есть? Знает. Чисто не знает. И что, что вы знаете? Ничто больше не знает. Ничего больше не знает. Да, раз он ничего не знает, это человек, который выдал самое современное, сегодня насущное знание, значит, он и выдал истину, что бытие, на поверку, то, с которым он носился, за которое я охвалил, вообще за ничто. Правильно? И вот люди, которые не поняли диалектики в самом начале, они уже тут в тупике, потому что вроде дали, и тут же отняли, и все, и человек остался ничто. А на самом деле, а что сделал Гегель, и что делают диалектики? Они фиксируют движение мысли. Состоялся переход мысли от бытия к ничто, или вернее, бытие в нашем сознании превратилось в ничто. Бытие перешло в ничто. Ну, раз оно перешло в ничто, что мы должны делать, если мы такие вот ученые, исследователи, мыслители, которые со стороны ничего не берем, и что бы нам сейчас не предложили, не предлагайте, ничего все равно не возьмем, будем рассматривать то, к чему мы пришли. К чему мы пришли? К отрицанию. Единству. А? К отрицанию, что? К чему мы отрицанию? Чего вы, это уже называется, вы начинаете путаться в показаниях. Пришли к ничтоу, вот у нас столько народу, к какому прихождению? Чего такие слов мы даже знать не знаем. Это вы такое, так много знаете. Вот мы знаем, вот пришли мы к ничтоу. Куда вы убегаете от того, к чему мы пришли? Повторяю еще раз, путь нашего исследования. Мы начали изучать то, что есть. Поскольку мы ничего еще не знаем о том, что есть, мы констатировали, что оно есть и все, это значит бытие. Стали разглядывать это бытие. Это какое оказалось бытие? Чистое. Правильно? В каком смысле чистое? Ну никакие вот эти разговоры про прихождение и про другие там вещи, еще не запачкали его, никак с ним не связаны. Это бытие и все, как говорит Георгий, без всякой дальнейшей определенности. Вы хотите самое простое? Потому что нам трудно учиться, нам трудно изучать. Как только начинаем изучать, они наваливают сюда сразу на чистое бытие то, что к нему не относится. Есть чистое бытие. А так бы сказал, что вы знаете вот уже из науки логики? Что вы знаете? Что она есть. Нет, это хорошо. Я знаю категорию чистого бытия. Вячеслава, что ли? А другие не знают. Основная масса человечества не знает категорию чистого бытия, а вы знаете. И вы можете с гордо поднятой головой ходить. И вам вообще это уже не важно и остальные категории, что там будут говорить, какие будут и зачеты, и экзамены. Вы и так все равно знаете чистого бытия. Чтобы вас не спросили, вы всегда сказали, оно есть. Про все. Любому может предложить, ну поговорите со мной, спросите меня что-нибудь, что вы знаете про это. Раз. Я так и студентов учу. Зачет хотите получить? Приходите ко мне на зачет. Что вы знаете про это? Он ничего не знает. Он говорит, я знаю, что оно есть. Так, зачет. Ну, на экзамен этого мало, конечно. Там, потому что, два вопроса. А еще что вы знаете или еще? Ну, на зачет? Элементарно. Так, так вот мы рассматривали чистое бытие. Выяснили, что в нем нечего различать, нечего о нем сказать. Это то же самое, что ничто. Следовательно, чистое бытие переходит и перешло в ничто. Такое же чистое. Потому что, что вы знаете про ничто? Вот вы что знаете про ничто? Что оно есть. Ну, так вы уже нас куда-то дальше толкаете. Если вы говорите, что оно есть, значит, ваше ничто, про которое я вас спрашивал, вы сказали, что оно переходит в бытие. Отдаете вы себе отчет в том, какое открытие вы сделали? Вы сделали открытие, состоящее в том, что ничто переходит в бытие. В какое? Чистое? В наличное. Ну, вы даете, в наличное. Как вы? Это вы слишком много знаете. Была такая карикатура в Годессе. Там, помните, были такие будочки-справка. И там пистолет лежит, и так дым от него. И подпись. Он слишком много знал. Ну, как вы только что сказали в бытие, а потом предписали к этому наличное. Зачем такие прыжки? Ну, закончим мы свои какие-то занятия, чего-то не доразобрав. Ну, уж то, что мы прошли, так давайте мы пройдем чисто, логически чисто, без мусора. Это все мусор. Итак, бытие первой категории. Рассматриваем первую категорию, выясняем, что она, что в ней ничего нет, в той категории, которая есть. В бытие ничего нет, в чистом, значит, чистое, раз ничего нет, значит, бытие переходит в ничто. Это мы должны осознать, раз нет, в какой категории выражается? Ничто. Вы знаете, чистое бытие перешло в чистое ничто. Чистое ничто изучаем. Тут же вы сказали, оно, если его изучать, чистое ничто, выяснится, что оно есть, значит, оно бытие. Чистое? Нет, нет. Нет. А почему нечистое? Что вы с ним сделали? Ну, почему нечистое? Испать. Вы за слова свои будете отвечать, нет? Станин Викторович. Так, вы ответите за свои слова. У нас народу много тут. Мы уже не в ничто переходим, мы уже не можем что-то сказать. Да, совершенно правильно. То есть, если что-то можете сказать, а чего вы опять что-то? Откуда-то будете брать какое-то барахло, труху? У нас есть что про него сказать. Что это такое бытие, которое посредственно двумя переходами от чистого бытия в чистое ничто и чистого ничто в это бытие. Двумя. Никаких тут еще дополнительных сведений, дополнительных каких-то знаний тут просто нет и быть не может. Мы точно знаем, что прошло. А вы нас куда утащили? В наличное бытие. Не пугайте людей такими страшными. Я говорю, чего вы запугиваете? Дескать, я вот как много знал. Слишком много знал. Опасность надвигается. Так. Чистое бытие переходит в чистое ничто. Чистое ничто переходит в такое бытие, которое является результатом этих двух движений. А бытие-то уже перешло. Если чистое перешло, так и вот бытие уже перешло в ничто. Оно переходит. Поэтому остановиться мы тут не можем на той точке, куда вы нас привели. Мы сразу поскользнулись и поехало. Бытие переходит в ничто. Ничто переходит в бытие. Бытие переходит в ничто. Ничто переходит в бытие. Нет бытия, нет ничто. А есть движение исчезновения, бытие в ничто. А ничто в бытии. Так? Все это видят? Вот вам первая диалектическая категория. А то не диалектические были. Здесь противоречивая категория. А в чем противоречие? Смотрите. Смотрим на эту категорию. В ней есть два. В этом движении, в постоянном движении исчезновения, бытие в ничто, ничто в бытии, есть два противоположных движения. Какие? Переход бытия в ничто и переход ничто в бытие. Прежде чем о них говорить, давайте такую красивую категорию, которая у нас получилась, диалектическая, как-то назовем. Как ее Гегель назвал? Встановление. А вы хотели мимо нее пробежать прямо к какому-то там наличному бытию, бросить в становление душу самую огненную категорию, где идет борьба противоположности. Где есть противоречия. Выбросить и броситься туда. Так. Вот эта категория. Как назвать ее? Как мы решаем эту проблему? Открываем науку логики и смотрим, как ее Гегель назвал. Нормально? Ну не мы же с вами это разрабатывали. Если я бы разрабатывал, я бы назвал. Вы бы разрабатывали, вы бы назвали. Гегель разрабатывал, Гегель назвал. Поэтому не надо тут ничего придумывать. Мы должны понять же это движение. А название мы берем, открываем соответствующую страницу и видим становление. Раз мы видим становление, что надо дальше делать с ним? Назвали мы его, что будем делать с становлением? Разобраться. Разобраться. С вами надо разобраться. Почему вы не знаете, что такое становление? А почему с становлением надо разбираться, а не понять его? Будем мы его изучать или нет? Мы изучаем сейчас? Да. Мы же договорились изучать. Как только мы уже договорились изучать, уже люди предлагают разбираться. Со мной хотите разбираться? У меня тут есть и защитники, и не только противники. Это будет большая борьба. Так, значит, надо изучать это становление. Ну, давайте изучать. Его очень просто изучать. В нем есть два противоположных движения. Во-первых, сама эта вот картина, когда в одном движении есть два противоположных движения, заслуживает того, чтобы отметить, как называются противоположные движения. Вот у людей, которые сюда шли, и у тех, кто дошли, и у тех, кто еще не дошли, опаздывают, и у тех, кто уже точно не дойдут, в душе боролись два противоположных движения. Прийти на лекцию, не прийти на лекцию. Я это точно знаю, потому что я точно вижу, что тут меньше чуть-чуть стало людей, чем было на первой лекции, которую я читал. Поэтому не все товарищи разрешили это движение, душевное противоречие такое. Прийти, не прийти, не прийти, 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 не прийти, 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 приду. Вот они, не приду, там они. Так вот, это же противоположные движения у одного. Вот те люди, у которых была такая душевная борьба, мы что должны делать? Пожалеть же их, правильно? Мы не смогли, люди не все дошли. Как им тяжело. Вам-то чего теперь, сидите хоть, сидите как короли. А люди боролись, а вот те, которые опаздывают, я никогда таких студентов не ругаю. Ну как так вот, у него такая была борьба. И вот он дошел и появился через 15 минут. И тут на него, почему вы опоздали? Да он же победил, а какая в нем линия? Что он пришел, а не та линия, чтобы не ходить. И вы на него, надо его отметить, поздравить, поблагодарить. Как назвать эти два, вот как эти два противоположных движения называются? Моменты. Очень хорошо, моменты. Поэтому, когда мы говорим части, ну вот тогда уже плохо, понимаете? Потому что вот у вас, вот если у вас движение крови в одну сторону, движение крови в другую сторону. Мы уже с вами эту тему затрагивали. Правильно? Это противоположные движения, а кровеносная система одна. Поэтому это вот движение, оно противоположное. И то же самое снабжение клеток питанием. Ну, одна или так, в той же самой клетке идет какой процесс? С одной стороны, усвоение тех полезных веществ, и кислорода в том числе, который приносит кровь артериальная. И венозная кровь забирает и уносит в соответствующие органы то, что этим клеткам уже не нужно продукт распада. Так или не так? Вот это вот моменты. Они везде есть. Везде есть противоречия, есть такие противоположные. Не части, как-то частями вы никак тут не получите. Если начать резать руки, ноги, аорта отдельно, вены отдельно, ну все тогда. Это вот будет движение как раз ничего общего, диалектика не имеющая. Поэтому диалектика гораздо ближе к жизни, чем формальная логика. Гораздо ближе к жизни, потому что она не гнушается рассмотрением самого главного в жизни противоречия. Потому что всякое движение и развитие идет через противоречия. И поэтому мы начинаем с самого простейшего. Самая простейшая противоречия у нас уже перед нами. Это остановление. Теперь нам остается только эти моменты назвать. Момент, состоящий в том, что бытие переходит в ничто. Это какой момент? Как называется? Прихождение. Прихождение. Вот некоторые товарищи, которые пишут ответы, потом пишут перехождение. Как будто они через что-то перешли, через реку или переступили через кого-то. Ну, в общем, пишут. И мы там исправляем после этого и, соответственно, отмечаем недостаток. Прихождение. Прихождение. Все приходящее. Вот если кто хочет стать мудрецом, ему уже достаточно. Можно закончить на этом изучение науки и логики. Вот врете вы ко мне, а я вот это изучил, больше ничего не знаю. И начнете со мной советоваться. Вот Михаил Васильевич. Цены растут. Зарплата не повышается. Пенсионная реформа. А что я скажу? Все приходящее. Так, все приходящее. Ну, успокоились, пошли. И, глядишь, может, удалось вам перейти к шестичасовому рабочему дню, как некоторые предлагают. Пенсионную эту реформу ликвидировать, другую сделать и так далее. И приходите вы на следующий год ко мне, что вот у нас и это получилось, и это получилось, и это получилось. А я, как человек, говорю, да, это все приходящее. То есть, если ты новый еще план придумывает правительство, то там же сидят люди все время думают о вас. Правильно? Скажем, вот про НДС, это как, подается так, что это якобы для компаний. Повышение НДС с 18 до 20%. Но компания, если кто-то есть, люди, наверное, тут присутствуют, которые знают, что вот НДС возвращается к компаниям за определенный период. Берешь чек и... А вы когда чек получаете, конечный потребитель, там... Нет, это тут 10%, а там 18%, а будете 20%. А сколько у нас компаний? Ну, десятки, ну, сотни тысяч, хорошо. А сколько конечных потребителей? А десятки и сотни миллионов. Десятки и сотни миллионов, вы посчитайте, вот прямо вот в ближайший магазин, когда пойдете, чек откройте, посмотрите, сколько вас взяли, ни за что. Потому что это ведь приписывается, сколько вы налог на добавленную... А припишите к тому, что вы создали, это заставляют те, кто производит, а они приписывают. Цены им-то все равно. Они эту цену на кого переложат? На вас. Ну, на вас переложили, читайте. Поэтому одновременно с реформой пенсионной еще, так сказать, речете и товарищей, так сказать, трудящей себя подрать. Кто это над этим думает? Над этим думает правительство, президент об этом думает, все же согласовано. А что вы хотели от буржуазного государства? Буржуазное государство должно защищать интересы буржуазителей. А вы что, хотели, чтобы буржуазное государство защищало интересы рабочих новых? Создавайте свое государство и защищайте. А что вы потеряли государство рабочих? Ну, потеряли, так вот и похлебайте теперь. Ну, как-то надо вот... Ну, это как-то разумно. Это ответственность, как бы. Мы должны отвечать за наши действия, в том числе за бездействие. Как и сейчас. Будете сидеть, ждать, так еще и то, и не то заберут. И забирают, правильно? Систематически. Так, прихождение. Вторая категория, другое направление. Не было и стало. Переход ничто в бытие. Как называется? Становление. Здравствуйте. Здравствуйте. Это момент становления. Или становление, или можно так сказать, как вы выходите, вывернуться, становление, как возникновение. Можно так, но все-таки это момент становления, возникновения. Тогда получается, что мы уже как много знаем с вами, что становление – это единство, возникновение и прихождение. Тут они же прямо противоположные движения, в одном движении. Прямо противоположные. Такое где-нибудь вы слышали в формальной логике, математике, физике? Никогда. А на самом деле, а в жизни только так и есть. Все живое, что есть в нем, эти процессы идут. Правильно? Абсолютно. В обществе тем более. Так, и что тогда мы начинаем обдумать, что мы получили? А получили мы, что вот есть становление, оно есть вообще, благодаря тому, что разные у нас, бытие и ничто, да? То есть Гегель так это записывает, становление есть, благодаря разности, бытие и ничто. Разность, когда он говорит, не в том смысле, что это пять, отнять четыре, будет один. Не в арифметическом смысле, а вот мы с вами разные люди. Согласны, нет? Есть разность между разностью, наша разность, мы разные. Так вот, бытие и ничто разные. А тут получается, что в бытие переходит ничто, ничто переходит в бытие, и эта разность в становлении исчезает. Еще раз, в становлении есть, благодаря разности бытия и ничто. Эта разность в становлении исчезает. Вывод? В становлении исчезает. Все, в становлении исчезает. И все, добытое нашим непосильным трудом, исчезло. Считайте, что вот мы полчаса провели зря. Ну, как получается вроде. Исчезло все. Ну, раз исчезло, на этом... Как вы, Леса, закончим лекцию? Или у вас строго, что надо продолжать что-то говорить? Ну, исчезло, если все. Это как бы у вас электричества нет, все, тут отключилось, тут отключилось, и запись не пошла. Все. Тогда осмотрим. Какой вывод, если это надо сделать? Вот тут надо думать. Это вот на самом деле так просто не придумаешь то, что хорошо, скажем, тому, кто читает науковой логике, он может подумать, подумать, кто посмотрит, а как выкрутился из этого положения Гегель. Он выкрутился таким образом. Значит, если становление исчезает, так, то что, собственно говоря, исчезает? Становление – это спокойное, это беспокойное единство, бытие и ничто. Правильно? Беспокойное единство. Бытие в ничто, ничто в бытие. А вот что является... То есть отрицается. Вот вы уже слово такое употребили, очень важное. Все там, все движение идет через отрицание того, что было. Вот мы, скажем, идем через отрицание того, что этой лекции моей еще не было. Можно и так ведь сказать? Поэтому все, что происходит, это отрицание той пустоты, с которой начиналось у нас все дело. Так вот, что является отрицанием беспокойного единства, бытие и ничто? Спокойное. 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 Ну, это вы так сразу, у вас сразу две мысли в голове. Это потому, что вы читали. А вот, а если люди не читали, пожалеете их. Ну, вот, что является отрицанием единства? Множество. А? Множество. Различие. Отрицание единства различие. Ну, вот. Отрицанием единства говорят множество. А единство, что не множество, если говорится единство. Может быть, единство меня с собой. Вот я един сам с собой. Слушайте, записывайте. Вы едины сами с собой? И, может быть, еще тихо ведете беседу? Пока что мне мешать. Тихо я веду беседу. Единство. Когда говорят единство? Когда есть единство в позиции. У нас вот единство в позиции. Это что значит? Позиция у нас единая, а все остальное разное. Вот вы с усами, я без усов. Вот и все, единство закончилось. А я без бородой. А вы без бородой. Все. Расплевались, разошлись. Вот. То есть. Но у нас единство взглядов-то есть? Есть. Вот. Вы за изучение науки логики, и я за изучение науки логики. Значит, есть у нас единство? Есть. То есть, о единстве можно говорить тогда, когда есть, ну, два разных человека, два разных субъекта, два каких-то предмета. То есть, противоположностью единства является... Это просто. Одно. Простота. Простота. Потому что единство как раз предполагает всегда единство. Говорят, единство партии народа. Единство буржуазной партии и трудящегося народа. Вот такое у нас единство. Мы в одной стране живем. И так далее. Простота. Поэтому, во-первых, простота. Простое. Не состоящее из чего-то. Простое. И второе. Значит, какое у нас было беспокойное единство? Противоположное. Беспокойство. Это что? Спокойствие. Спокойствие. Вот. Значит, вывод мы сделаем такой, что не пропало наше дело. Становление не умерло. Оно просто превратилось в спокойную простоту. Ну, я всех поздравляю. А то иначе просто как-то жалко было, столько времени потратили, и ничего нет. Мы уже хотели закончить, а сейчас вы вывернулись. С помощью диалектики можно вывернуться еще и не из таких ситуаций. Значит, у нас есть спокойная простота. Спокойная и простота. Становление, ставшее спокойной простотой. Значит, у нас эта спокойная простота есть теперь? Есть. У нас вот специалисты по тому, что есть. Что говорят? Простота у нас есть теперь это спокойная? Теперь. Ну, раз она есть, то что про нее можно сказать? вот кто сказал молодец что мы вымолодец так то есть она бытие но раз она есть есть спокойные простое не пропало дело есть спокойные простое вместо беспокойное единство бытия не что есть спокойная простота раз она есть значит это бытие ну что то то же самое она чистое нет конечно уже столько про него сказано написано и так далее значит это какое наличное откуда взяли название значит получили наличное бытие это выражается теперь так у егеля что наличное бытие есть результат снятия становления вот как это высказывается то что произошло это тут как бы философская культура потому что снятием это что такое снятие и это отрицание с удержанием вот вы вы сын своего отца или а сами или отец вы сын своего отца у нас вы не отец вы не он ну раз вы не он значит вы его отрицание правильно не он я не мой не мой отец то да вы только отрицание а утверждение никакого нет вы ничего не сохранили от отца какие-то у вас привычки обычаи внешность может у вас ум какого-то вы сразу схватили прямо что такое чистое бытие то есть вы только его отрицание или еще и утверждение одновременно еще и утверждение так вот такое отрицание которое удерживает содержание того что отрицается называется снять снять вот эта операция которую мы проделали логическую диалектическую называется снять и и мы все время буду проделывать потому что всякая следующая категория раз она следующие то она отрицание предыдущий но она выбирает в себя содержание предыдущий чтобы Чтобы понять, что такое наличное бытие, надо знать, что такое чистое бытие, что такое ничто, что такое становление, какие у него моменты, как они борются, как они отрицают это самое становление и делают его спокойной простотой, и это всё входит в содержание категории наличного бытия. То есть, с одной стороны, наличное бытие – это отрицание становления, потому что становление – беспокойное единство, а это что-то спокойное бытие. И одностороннее бытие. Всё, чтобы не поймать это было за хвост, это становление, а сейчас тихо сидим спокойно, у нас наличное бытие студентов Красного университета и наличное бытие преподавателей, которые выполняют свои обязанности. У нас теперь всё хорошо, мы вообще можем никуда не спешить, а то были эти моменты, не зная, с чем это дело кончится. Вдруг-друга переходят, а тут всё хорошо, наличное бытие. На личное бытие есть результат снятия становления. Это очень важно, потому что каждая следующая категория, вот это можно применить в любой категории науки лойки, начиная от второй категории, потому что ничто уже есть снятие бытия. Мы тоже обнаружили, что ничто-то есть, поэтому ничто тоже есть снятие бытия. И вот всякая категория диалектическая, и вообще в жизни, поскольку диалектика отражает живую жизнь, нет никаких просто отрицаний, абстрактных. Они всегда представляют собой снятие. Вот социализм является отрицанием, это что, это коммунизм, да? Но какой? Который является отрицанием капитализма. А раз он является отрицанием капитализма, он является его снятием. Почему? Ну как это вот у Ленина, например, написано, что единое капиталистическое монополие, но обращенное на пользу всего народа, и потому переставшее быть капиталистическое монополие, означало бы социализм. Да? Вот. Поэтому социализм – это снятый капитализм, или снятие, переход к социализму – это снятие капитализма. Причем это снятие происходит когда? В ходе переходного периода. Я уже, наверное, себе язык сломал, и некоторым уши испортил. Когда я вам объясняю, что в переходный период страна называется социалистической, потому что государство социалистическая, государство диктатура политориата после революции социалистической называется социалистическим государством, поэтому страна называется социалистической. Но в этот переходный период между капитализмом и коммунизмом идет борьба умирающего капитализма и нарождающегося коммунизма, правильно? И вот пока эта борьба не закончится, это все будет страна социалистическая, в которой социализм не построен, то есть коммунизм не построен в первой фазе. Но вот когда будет построен коммунизм в первой фазе, эта страна будет называться не только социалистическая, а такой страной, в которой социализм построен. Такая страна сейчас в мире только одна, Корейская Народно-Демократическая Республика. В ней она не только социалистическая, но в ней построена первая фаза коммунизма, или коммунизм в первой фазе. Что мы про него знаем, про коммунизм в первой фазе? Что вроде как все в интересах общества, все на благо общества, но с отпечатками капитализма, родимыми пятнами. Вот есть родимые пятна от ваших родителей передались, ну вот, вы понимаете, что такое. Даже если вы захотите быть непохожим на своих родителей, там вам не очень удастся. Это относится и к вам, и ко мне, и ко всем другим, правильно? Правильно, поскольку яблоко от яблони недалеко катится. Так, ну вот мы уже с вами находимся в такой спокойной обстановке, и можем сделать следующий шаг – изучать наличное бытие. Изучаем, что мы про него знаем, вот как вот я вас буду изучать, если я вас не знаю. Так, когда родились, кто родители, где учили, где работали, то есть что я делаю? От вас иду куда? Вперед или назад? Назад. То есть я начинаю изучать ваше движение к этому пункту. Также и с наличным бытием. Мы хотим изучать наличное бытие. А как его изучать? Ну как оно произошло? Оно есть результат снятия становления. А раз оно есть результат снятия становления, значит в наличном бытие есть становление, содержание его, этой категории. А в становлении, кроме бытия, которое налицо, наличное бытие, бытие налицо, вы отличаете деньги наличные от безналичных? У вас кошелек есть? Маник или пер. А? Зажим для денег. Зажим для денег есть? Наличное есть? Есть. А карточка есть банковская? Нет. Нету. Поэтому вы защищены от того банка, который сейчас грохнет. Лопаются же каждый день. Вот жалко тех людей, у которых безналичные. Потому что они очень удобные и хорошие, но может в один прекрасный день быть так, что от них по-разному защищаются. Некоторые прямо имеют карточки разных банков. Говорят, у меня пять банков. Один лопнет, четыре останутся. Два лопнет, три останутся. И так далее. А лопаются они регулярно. Не, ну, конечно, такие суммы, какие, так сказать, есть, я думаю, у присутствующих. Их, конечно, вам агентство по страхованию складов возместит. Но вы побегаете за этими деньгами. Как вы понимаете, это не то, что вы сейчас всунули в банкомат и все. Нет, это вы походите. Правда? Что-то вы получите. А вы это ли вы? Отдайте свои документы. Давайте посмотрим на радужную оболочку вашего глаза. И я не знаю, что еще потребует. Чтобы вы рассказали, чтобы вам было получить свои кровно заработанные деньги. Значит, наличное бытие – это результат снятия, становление. Значит, в нем есть становление. А в становлении, кроме бытия, что есть? Ничто. Что? Ничто. Два момента. Да подожди. Ничто. Как-то вы… Я же спрашиваю, что есть в наличном бытие, кроме бытия? Ничто. Ничто. Вот отдельно. Что-то много накручивают. Ничто. Значит, мы с вами путем изучения наличного бытия всем вместе, большим коллективом, целым институтом, выяснили, что в наличном бытии есть ничто. Ну, вы разницу понимаете? Было свободное ничто на равных с бытием. Бытие – ничто, ничто. Бытие – друг в друга переходит в становление. А здесь налицо бытия, оно никуда не девается. Оно спокойное и простое. А ничто в нём. Оно не налицо, его не видно. Вот я догадался, что у вас желудок есть. Но он не налицо. Догадался. Если вы хотите поспорить, давайте поспорим. В крайнем случае, если это дойдёт до такого большого спора, разрежем, посмотрим. И вы, может быть, выиграете большую сумму, если я проспорю. Уже разрезали. Ну, уже выяснили. Ну вот. То есть вы охотно поверите, что в наличном бытии есть ничто. Но вы согласитесь, что одно дело – оно свободное было, а другое дело – когда оно в наличном бытии. Одно дело – девушка свободная, не замужняя, а другое дело – замужем. Замужем, если она – это на кого указание? На неё или на мужа? О ком речь-то идёт? А муж? У муж есть, если говорят замужней. А если… Жена есть у вас? Нет. Нету. Значит, вы – это самое свободное бытие или ничто. По-разному можно понимать. Ну, если говорят – жена, значит, муж есть. А если говорят – муж, значит, что? Жена есть. Это же указание на другое. Ну, противоположность. Поэтому. Вот видишь, человек, он свободный. Ему никто не скажет, что если он залезет под шкаф, и там его швабры не достаются, а он говорит – я свободный человек, хочу – вылезу, хочу – не вылезу. То есть нет свободного. Такого не будет. Пока. Так вот. Раз это не свободное, то самое ничто, которое было, надо по-другому назвать. Как вы предлагаете назвать? А есть там знатоки, вот я уже чувствую, там целый ряд идёт, они подготовили. Даже некоторые думают, что я их специально подготовил, а они такие вот заготовленные тут стоят и отвечают правильно на все вопросы, чтобы принизить три ряда сразу. Как называют? А? Ничто. Кто сказал? О, молодец. Он тоже в общем попадает в эту говорку. Небытие. Вроде бы тоже противоположность бытия, но уже не ничто, а небытие. То есть для того, чтобы понять, что такое небытие, надо уже знать, что такое бытие, а потом его отрицать. А ничто, оно просто в него перешло и всё. Ничто. Совсем другой ряд. Небытие. Вот. Показываю вам теперь картину, логическую картину. Что вы видите? Есть личное бытие, а в нём небытие. Куда мы сейчас смотрим? Вот, молодой человек, можно я вас возьму как методический материал? Пожалуйста. Вот молодой человек симпатичный, у него есть очки. Я тоже всю жизнь ходил в очках. Не думайте, что я на вас напал, потому что вы очкарик. Потом я решил, когда стали вот такую рекламу давать, такими буквами, зачем я хожу в очках? Я такими, я без очков всё равно вижу. Пытаюсь не смотреть, я всё равно вижу. Вот. То есть, а вот очки-то ведь не вы. Вы согласитесь со мной, что очки-то не вы. Вы-это вы, а очки-то очки. Это часть меня или как-то? Часть даже. А если такую операцию сделать с вами, у вас кровь не потечёт случайно? Очки если снять. А так у вас там дальше заходит куда-то, там прямо, прямо туда, и очки прямо природные. Так всё-таки вы, давайте, решите, это вы или не вы, очки? Это не я. Не вы. Ну да, не хотите очки, давайте пиджак. Пиджак ваш, это вы? Часть. Вы пиджак, можно к вам вращаться так? Или это не скромно, не культурно будет вращаться? Гражданин пиджак. Но это не вы. Чего-то вы как-то сомневаетесь. Вот ты думаешь, что у вас кто-то... На самом случае, на мне, значит, как-то со мной связано. Может быть связано, может вы вот только что. Если это один пиджак, то да. Вы видели, как он с товарища с одного снял и себе надел? А с виду такой приличный человек. Что из того следует, что на мне? Он же не природным образом ваш. Не буду жить. В лучшем случае общественным образом. Или бандитским. Это тоже общественный способ. Или антиобщественный способ. Но все равно общественный, поскольку бандиты только в обществе могут существовать. Без общества бандитов нет. Но это не вы. Но если это не вы, так... Я просто хотел сказать, что пиджак это не вы. А вы как-то сопротивляетесь. Что это ваше небо сие. Это правильно я сказал или нет? Что вот вы, а это пиджак ваш, то есть не вы. Или вот это вы, а вот очки ваши. Но это не вы. Вы не очки. Вы человек. Что плохого я про вас сказал? А вы говорите, нет, берите меня только вместе с моим отрицанием. Ну так я и так беру вас с отрицанием. У вас чего только нету. В характере, там, в пальницах и так далее. А уж внешние это такие атрибуты. Точно это не вы? Ну хорошо, не хотите про вас, давайте про сладкий чай. Сладкий чай, сахар в чай это чай или не чай? В чай. Сахар в чай это чай или не чай? Не чай, не чай естественно. Ну, значит, если положить в чай, не чай и размешать, будет чай с не чаем. Правильно? Вместо сахара можно что туда еще? Конфету можно размешать. Что там? Шоколад. Сгущёнку. Сгущёнку можно размешать. Ну, это можно размешать. А если еще лимон бросить в чай, это лимон, это чай или не чай? Ну, мы будем как-то тут строго различать. Одно дело чай, другое его противоположное. Ну, лимон это не чай. И очки, вот я не знаю, может быть, это единственное приобретение этой лекции, но хоть вы будете знать, хоть один человек будет знать, что его очки это не он. Он это он, а очки это его отрицание. В нем. Это ваши очки. Я же сказал, ваши очки. Я вас не отбираю же ничего. Ваши очки это ваше небутие. Ну, хорошо. Не хотите очки, вы хотите, чтобы что-то было сросшееся. Хорошо. Ваш желудок, он ваш? Ваш. Вы это желудок? Нет. Нет? Значит, желудок это не вы. Правильно вывод? Или правильный вывод, что вы это желудок, а желудок это вы. Нет, есть такие люди, говорят, зачем тебе голова? Я ею. Ею. Нет, ею. А ею? Ею ем. Ну, зачем голова? Сюда пришли люди, которым голова за тем, чтобы познать нового логика. А есть люди, которым голова нужна, чтобы ей есть. Нет, вы тоже, и она и для этого нужна. Я не против этой позиции. Но все-таки. Так вы согласны, что желудок это не вывод? Ну, вот такая же картина. То есть, если вы говорите не бытие, значит, картина такая, что не бытие, принято в бытие, так конкретное целое имеет форму бытия. Вот такая формулировка у Гигеря. Правильно формулировка? Смотрите, правильно он обрисовал картину? Вот желудок, который не вы, это не вы, а желудок, примет в вас так, что конкретное целое, то есть вы, имеет форму бытия. А не отрицание. Желудок это не вы, а вы-то вы, то есть вы утверждение. То есть, без желудка нельзя существовать. А без воздуха можно? Ну, нет. Ну, так что, воздух вам принадлежит? Это вы? Да? Я думаю, что это вот воздушные, это девушки у нас такие воздушные, они прям без воздуха. То, без чего нельзя существовать, называется условием. Еще электричество нужно. Вот для меня электричество не является условием чтения лекций. И для тех, кто здесь сидит, я вижу, что вы не записываете, а слушаете. Тоже совершенно необязательно. Вот это не является условием. Но вот насчет воздуха, конечно, желательно, чтобы он был. Валерий Александрович, нет никаких там у нас таких страшных приключений, что воздух у нас изымут из этого помещения. Не планируется у вас в порядке доказательств? На какое-то время. Нет, пока нет. То есть, вот картина небытие, то есть, ничто. На личном бытие, а общий вид бытие. А само это ничто, оно не налицо. Такую картину мы до этого не встречали. А раз мы до этого картины такой не встречали, то нужно новое название. Вы обратили внимание, что сначала вот рождается ребенок, потом его называют. Редко бывает, что сначала называют, потом рождаются. У меня дети, я их сначала называла моя жена, а потом родила. Бывает, у меня будет сестрица Аленушка и братец Иванушка в пятилетнем возрасте. Вот у меня теперь уже сестрица Аленушка и братец Иванушка за 40 лет. И тот, и другой. Как планировалось. Такое бывает. Но вообще обычно называют, но все равно формально называют. Сначала родится ребенок, потом его называют. А до этого еще спорят бабушка, мама, папа, дедушка. И спор, спор вокруг чего идет. Кто должен давать вообще-то? Именно родители или родители родителей? Мне-то вот кажется, что все-таки родители должны давать. Ну, все-таки это все иногда бывает в большой борьбе. Потому что, значит, дескать, кого-то звали так, вот давайте так назовем. И это обсуждается. А ребенок этого знать не знает, а он пока в роддоме. Или потом он уже не в роддоме, его уже кормят молоком грудным. И все, и спорят. И бывает дней 20 все, он без имени. Так и ходит. Ну, вот у нас это вот не бытие, принятое бытие. Так что конкретный целый метформ бытия точно уже сколько ходит. Уже вокруг него все обсуждаем. А имени нет. Как называется это? Есть тут читатели науки и логики? Кто-нибудь помнит как? Определенность. Вот, учитесь. Вы пожалели очки. Чем более у вас никто их не отнимал. А у вас, Владимир Александрович, очки это вы? Нет. А что, усы это вы? Нет. Тоже нет. Видите? А он говорит, я мыслящий разум. Я знаю его ответ. Так что он Гегеля изучал, он в кружке по диалектике. Он знает. Мыслящий разум. Так. Это вот определенность. Куда теперь мы свой взгляд устремили? На бытие наличное или на определенность? Ну, что получили, на то и смотрим. Давайте ее рассматривать. Как только мы начинаем ее рассматривать, что с ней происходит в голове нашей? Она становится предметом нашего рассмотрения. И какой вывод мы делаем про нее? Что она? Бытие. Есть. Нет, это вы вперед побежали. Что она есть, значит она бытие. То есть, определенность, которая является отрицанием, определенность, это же не бытие. Не бытие, это отрицание. Не бытие. Видите, не впереди. У меня такая была история. Я книжку выпускал, о которой потом защищал докторскую, которая называется «Планомерное разрешение противоречия движения социализма, как первая фаза коммунизма». И мне в редакции нашего университета спрашивают, а что такое отрицание? Я подумал, а что такое отрицание? Я завтра скажу. Пошел домой. И там копал-копал эту науку локи. Думал, что такое отрицание? Вы знаете, что такое отрицание? Ну, вот если бы вы не пожалели очки, я бы вам сказал. А вы пожалели. И вот я нашел. Ну, Гегель написано в первом томе, в самом начале. Ну, у него так спокойно написано. Ни жирным шрифтом не обозначено, ни написано определение, ни отрицание. Ничего такого нет для студентов. А так, между делом, он-то, наверное, хорошо знает, не собьется, написано. Отрицание – это не бытие или просто не. Ничто или просто не. Ничто или просто не. Вот что является отрицанием. Если вы видите, не – это отрицание. Так вот, мы взяли-то с вами не бытие, на него его взяли, как только мы его взяли, назвали его определенностью красивой, чтобы не не торчало, да? Вы для этого назвали? Чтобы было так красиво. Взяли отрицательное, выдали за положительное. Ну, вот отрицательное, выданное за положительное. Как называется? Качество. Качество. Вот товарищ знает. Поготовленное. Качество. То есть, взятое не так, не так, как оно определяется по смыслу. Определенность взятая, ну, а что делать? Если вы что-то взяли, хоть оно в сто раз отрицательное, оно становится положительным. Вот, скажем, люди сейчас отрицают пенсионную реформу, что она плохая. Ну, раз они ее отрицают, то ее рассматривают. А если ее рассматривают, она во что превращается? А что, вот, вот, товарищ знающий сказал, а другие так, как-то задерживаются. А что вы, вот, молчали там, то и все знаете, там, в конце, и вдруг помалкиваетесь. Боитесь столкнуться с правительством. Ну, а как бы, а как надо было действовать диалектически? Вот, смотрите, у нас, берем те фракции, или те партии, которые представлены в Думе, и которые выступали против этой реформы. Это какие? Это КПРФ, это «Справедливая Россия» и «ЛДПР». Ну, и что? Где три проекта от них? Пенсионные реформы, где было бы написано повысить пенсионного в полтора раза, сократить рабочий день. То есть, сократить рабочий день до шести часов, и, соответственно, увеличить продолжительность труда. Это получается, продолжительность труда в часах не увеличивается, а жизнь увеличивается. А сейчас, говорит, давайте вам продолжительность в годах увеличим труда, продолжительность жизни сократим. Так? Ну, сделали они проекты свои, где? Есть их бытие? Нет у них бытия, у них одни отрицания. Погрязли в отрицании, а бытия нет. А тогда бы вот этот проект, который у правительства, был бы отрицательный. Когда это нужно было носить? К первому чтению или ко второму? К первому. К первому. Потому что в первом чтении решается вопрос, какие проекты, какие проекты, рассматривается, и выбирается один, голосованием. Один. Из всех, которые поступили. А поступил только один. Ну, у вас не было никак. Если вы скажете, я из этой фракции, я против. А где ваш проект? Нету? Ну, и молчите теперь. И все мы, могу так сказать. А поправки – это отрицание? Поправки – не отрицание. Поправки – это бытие. Если вы внесли поправку, то вы… Ну, она, конечно, отрицание по отношению к тому проекту. Но это уже, опять, но это отрицание, конечно. Потому что уже проект, вот он, бытие уже есть. Уже под него проголосовала Дума. Уже этот проект в первую стадию прошел. Другой проект не может появиться. Никакой президент не имеет права, а он мог тоже, между прочим, внести проект, если бы интересовался пенсионной реформой. А он делал вид, что не интересуется. Что ему это неизвестно. Ну, еще можете вето наложить. Вот не мог бы. А вы не знаете, что могут вето и преодолеть Дума? Вообще, я… про конституцию новую, за которую никто не голосовал. Там нет такого. Это во-первых. Во-вторых, во-вторых, указы президента имеют четвертую степень значимости в нашем законодательстве. Конституция, потом идет конституционные федеральные законы, конституционные законы, двумя третями федерального собрания принимаются, потом идут обычные федеральные законы, потом указы президента. И президент имеет право, законодательную инициативу, имеет право внести свой законопроект он не внес. Он не внес. Еще и президент мог внести проект свой. А он внес только поправки. То есть проектом согласились с тем, который внесли, и превратили отрицательное в положительное. А все теперь положительные стали отрицательными. Вы же против теперь выступаете. Не надо себя ставить в положении просто противников, вместо того, чтобы носителем чего-то прогрессивного, хорошего и так далее. Но у нас с вами, дорогие товарищи, вот здесь присутствующие права, законодательные, анициативы нету. А есть у кого? У депутатов. Вот чем они заняты? Вот столько там депутатов от КПРов, каждый может внести проект, каждый. Столько депутатов от «Справедливой России». Тот же Шейн, он вносил тот проект, который я и мой товарищ Федотов разрабатывали, он вносил в своё время проект Трудового кодекса России. Из него проголосовало 189 голосов депутатов. 189 депутатов. А тут он и не придумал свой проект, не сделал работу. Эту работу надо сделать. Ну не такую страшную работу, но работу, подумай, что проект пенсионной реформы. Каждый мог внести, каждый ЛДПР ведь смог внести. И та же женщина, которая проголосовала против прокурора, она же грамотная. Тем более Николая Второго любит, могла бы написать проект. От себя и от Николая Второго. Не написал. Я и Коля. А? Я и Коля. Я и Коля. Но не написала же. Никто не написал. Это, конечно, не от того, что они не изучают наукологию, но в том числе и от того, что они не понимают, что если вы хотите быть позитивным, вы должны внести позитив. А тогда пускай все будут против. Не важно будет, 90% против. А вот вы за народ сделали проект, а 90% думщиков против. Да. Вы хотите внести? Нет. Я хочу вынести на перерыв. Кого? Да. Свой бренный тел. Это конкретное предложение. Позитивное. Давайте отнесемся к нему. Кто против? Никого нет, Владимир Александрович. А вот один. Вот один пусть идет сюда. Дай, читай. А все остальные. Просто объяснить, что такое чистое бытие. Это не пустая, что лосоцкая категория. Нет, не пустая. Просто то, что есть. Ну, для него это непонятно. Я вот это спросил, а можно ли вот так вот объяснить? Это не может быть непонятно, потому что человек хочет чего-то длинного, длинного и подробного. Не может быть тут ни длинного, ни подробного. Нет, а если бы... Как можно короткую, короткую объяснить через... Как еще чужое-то слово. Это простая категория. Простая категория. Нельзя объяснять. Нельзя. Если человек не понимает, ну, значит, непонимаем. Это нельзя объяснить через другое. Это самое проще. Нет, если из конкретики в абстракте. Нельзя из конкретного. Нельзя из конкретного. Это все, вы ушли с научной позиции. Если у вас есть... Вот это... Человеку надо объяснить. Это самая простая категория. Это будет как раз. Самая простая. А самая простая категория о чем? Что бы вы ни брали. Вот что бы я ни брал, все бы ни начинал. Что бы я ни сплотил. Это все есть. Вот все, что про это можно вначале сказать, что оно есть. Потому что если я беру для рассмотрения, рассматриваю, значит, оно есть. Вот и все. И выражением этого существует категория. Быть и... Получилось вообще? Все. Какое? Чистое. Следи, пожалуйста. Больше ничего. А вот следующий шаг уже может быть другой. Движение не ключевого. А человек хочет, у него есть какое-то представление, что можно подробно объяснять, что это нельзя подробно объяснять. Недопущение всяких объяснений состоит. Понимание категории бассейн. Нет тут ничего подробного. И не может быть подробного. Кто, Василий? Да. Маленький вопульс какой-то. Катасону вы знаете? Кого? Катасон. Конечно, да. Мне все равно нравится, это утверждает, что экономика это не наука. Ну, как я понимаю, наука это система знает, правильно? Ребята, красиво. Вы там нету законов никаких таких, как законы... Кто такой катасон? Кто такой катасон? Кто такой человек? Это верующий человек. Верующий, да. Что вы хотите от него? Я идеал. Не, я для себя хотел, понял? Ну, я идеал. Я же точно понимаю, что... А что такое политэкономия? Экономики нет. Экономика это не наука. Экономика это производство. А что? Это производство взятое в целом. А что такое политическая экономия? Вот есть определение. Что такое политэкономия? Что она изучает? Предмет. Ну, экономию изучает, это вытянет? Нет, она изучает общественное производство. Воじゃない. Наука об общественном. Общественное производство, определенные системы, а есть наука, которая изучает это общественное производство. Нет, я думаю, это система знаний. Это уже есть наука, система знаний. Ну, не просто система знаний, а система знаний, а вообще faktiskt, даже просто. Во Ally Ecoutez coisa. По производствам, данную. Я говорю, если... А катасон, вы все время спрашиваете, откуда все дети деньги на инститивности? Не понял, да. Мы просто нищим. Пришали обнику, да, наверх? Откуда взяли деньги? Не из денег, а из строительства для стерилизации. Рабочих создавали верно, часть, которая шла на парковку пояса рабочих, а часть складывали границу, чтобы там прожить. А рабочие создавали уже непосредственно. Мы с вами прошли не очень много, но это то, что мы с вами прошли, показывает, как надо идти. То есть если надо так, чтобы вот это движение было, проистекало из предыдущего. И мы идем все время, и содержание наше возрастает. И что получается? Получается, что на самом деле целая цепочка. Получается, каждая категория – цепочка. Самая короткая цепочка – это чистое бытие. Чистое бытие – и все. Ничто уже два звена имеет. Чистое бытие – и вот оно само – ничто. Правильно? Если мы возьмем становление, то уже сколько тут звеньев? Значит, чистое бытие, чистое ничто. Потом уже бытие – это чистое превращается просто в бытие. Вот третья категория – становление. Значит, у становления еще три звена. Становление само и бытие, и ничто. Потом становление. А если на личное бытие, значит, уже какой там путь пройден. И так, какую бы категорию ни взяли науку и лойки, хоть из первого тома, хоть из второго, хоть из третьего, всякая категория, она предполагает движение от чистого бытия и до этой точки. Вот что означает, вы должны взять результат вместе с процессом, который к нему ведет. Это хороший принцип – брать результат вместе с процессом. Зачем изучают историю? Чтобы видеть современность как результат предшествующего развития человечества. Вот у меня была такая интересная ситуация. Я преподавал на пятом курсе исторического факультета. Читал лекции по философии истории. Историков пятого курса, которым вот-вот через несколько месяцев они заканчиваются и все. Заканчивается обучение. Они спрашивают, что такое история? Как они задумались? Ну, что изучает история? Ну, они говорят, что история изучает то, что было. Ну, понятно. Значит, история изучает то, чего нет. Они так все задумались. Вот вы закончите скоро и пойдете устраиваться на работу. Скажут, я вот пять лет изучал то, чего нет. То, чего нет. Берете меня? Они говорят, нет, нам не надо, которые знают то, чего нет. Нам нужно таких, которые знают то, что есть. Так сказать вам, что изучаете? Да. Что? Берут ручку. Довольно забавно было смотреть. Мне надо было продемонстрировать, что без философии истории не сможете заниматься. Как вы можете заниматься историей, не зная философией? Это же основа всего. Ну, вот я говорю, записываете. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Тут вас с руками оторвут. То есть все остальные без корней, они не знают, как это произошло, а вы знаете дорогу к этому. То есть, знаете, результат как? Результат вместе с тем процессом, который к нему ведет. И вот это надо иметь в виду в отношении всего обучения науке и логике, и самостоятельного, и с нашей помощью. Почему? Потому что если вы просто будете находить определение отдельных категорий, это вы их вырвали из этого течения, из этого наполнения все равно, но более богатым содержанием. И пытаетесь их определить, это невозможно. Если даже будут правильные формулировки, скажем, которые можно вполне давать. Ну, по крайней мере, она опирается на предыдущую ступень или еще как-нибудь. Ну, получается, что это все вырвано из контекста, из движения, а должно быть как раз вместе с движением к нему. Каждую категорию надо взять вместе с движением к ней. Вот тогда это диалектический подход. Вот почему мы бьемся над чистотой? Чисто выводить, правильно? Потому что если это не выведено, то тогда это просто вот, ну как, запомнили, ну задолбили. И тогда, вот как говорил Ленин про Каутского, что да, в голове у Каутского есть ряд деревянных ящичков, в которых цитаты, важнейшие цитаты из всех произведений Маркса и Энгельса аккуратно разложены. В голове есть ряд деревянных ящичков. А у нас ящички должны быть не деревянные и не ящички. А мы должны каждую категорию воспринимать как результат предшествующего движения. От чего? От самого простого и до нее. В этом поэтому и сложность изучения. Потому что, ну если мы какие-то там не понимаем переходы, ну остается на будущее. То есть мы дальше понимаем, но это у нас пока вот какой-то разрыв, который мы должны будем восполнить потом. Ну поскольку мы с вами уже лекционное время потратили на рассмотрение вопроса о том, как двигаться, я остановлюсь на одной категории, забегаю вперед, которая по содержанию есть категория сегодняшнего занятия, а именно категория изменяющегося нечто. Я сейчас быстро к ней пробегу, не в расчете на то, что вы это запомните или усвоите, а просто потому, что я же не могу ее просто схватить в соответствии с тем, что я только что говорил. И вот я беру эту самую категорию, на которой мы остановились – качество. И качество есть, а раз оно есть, значит оно бытие. А раз оно, мы уже не с чистым бытием имеем дело, а с наличным, значит оно наличное бытие. А в наличном бытие есть становление. А в становлении есть два момента – бытие и ничто. А раз у него есть бытие и ничто, у нас бытие налицо, качество взято как бытие, это определенность, которая взята как бытие, надо взять ее и как ничто. А взятое как ничто, оно называется уже просто, взять-то мы и догадались сами, додумались, а называется оно отрицанием. Значит есть, а качество теперь уже, оно было просто безразлично положительное, как бытие. А теперь оно противостоит этому отрицанию. Есть качество, которое противостоит отрицанию, и такое качество, которое противостоит отрицанию, называется реальность. Думали, что у нас будет хорошо, а реальность такова, как говорят. Реальность – это оно противостоит, ваше все хорошее противостоит вашим недостаткам. Я ничего плохого про вас не сказал. Если вы хотите сказать, что у вас нет недостатков, разрешите вам не поверить. Но я могу и про себя тоже самое сказать. То есть, всякий положительный человек – это человек, у которого в целом он бытие, так сказать, положительное, но у него есть все его отрицание. Таких людей, у которых отрицания нет, нет в природе. А отрицательные типы – это те типы, для которых отрицание есть их бытие. Они есть в этом, а у них исключением является что-то положительное. Короче, реальность отрицания. Что с ними делать? Значит, у нас есть, смотрите, что у нас уже на нашем столе исследовательском. У нас наличное бытие, оно уже давно стоит, и мы еще ничего с ним не сделали, да? Кроме того, что употребляем эти слова. Наличное бытие – реальность и отрицание. Три – это много. У вас не заболела голова от трех категорий? Давайте как-то это сворачивать. Значит, три категории. Начинаем сворачивать. Реальность есть? Есть. А раз она есть, то она бытие какое? Наличное. А в наличном бытии есть ничто. То есть, отрицание. Значит, реальность есть в отрицании. Берём отрицание. Оно есть? Есть. Значит, наличное бытие. Значит, в реальности, в отрицании есть бытие. Значит, в отрицании есть реальность. Значит, в реальность есть отрицание, в отрицании есть реальность. Значит, нет отдельно реальности, нет отдельно отрицания, есть одна определённость. Одновременно она и как реальность, и как отрицание. Вот одна определённость. А наличное бытие мы рассматриваем отдельно, наличное бытие – вот его определённость мы рассматривали только что. А что, определённость отдельно существует от наличного бытия? Это же определённость наличного бытия. Да? А раз определённость наличного бытия, она сама собой, что собой представляет определенность отрицания то есть не бытие в бытие так что конкретный целый мид форма бытия поэтому определенность раз она есть раз мы ее взяли она тоже бытие какое наличное значит снято различие определенности наличного бытия все различия сняты нет различий теперь между реальностью отрицанием и наличным бытием а что есть ну раз все различия сняты есть какое наличное бытие определенное наличное бытие все и у нас вот зато три было категории уже все в главе уже просто уже невозможно было думать определенное наличное бытие как назовем дальше гегель начинает упрощать говорит если речь идет об определенном наличном бытии то она и определенная то есть есть определенность и наличное бытие можем короче это назвать наличное сущее слово сущее вам что-нибудь говорит вот там у нас на такие сущее то что иногда вот некоторые люди которые около философии ходят или изображают что они философы давайте поговорим о сущем и тогда то отпадает из этих коллеги но сущим уже не осуществующим тут маха существует о поведении осущим что такое сущее не знаете видите как приду что придумано философии что в народ так сказать запугивать уже был таком положении что мы такого не знаем хочу там знать хлеб на сущее это какой это не тот который в амбаре который вас на столе да или там пушкин говорит пусть назовет меня пророссию всяк сущий в ней язык который есть в ней сущее это бытие только какое бытие вот у вас очки пресловутые они сущие они прямо вот на лицо сущие а вот если вы их вот сложили да в карман чтобы я к вам не приставал это уже сущим не было бы а вот ваши глаза которые были бы сущими правильно вот то есть сущие это не просто уйти а непосредственно которая перед перед нами при наблюдать это сущее то которое перед нами это сущее сущее так вот можно сказать про наличное бытие чтобы она была определенной наличными те тройное такое название что это просто наличное сущее что словом сущее обозначается у словом сущее можно обозначить и существительное да и можно обозначить и прилагательное посмотрите допустим принесли привезли раненых кого раненых каких раненых то есть это слово сущее отвечаете на вопрос что и на вопрос какой вот это и есть выражение определенного наличного тебя срослось сошлась определенность наличным бытием не это не наличное быть и отдельно неопределенность отдельно определенное лично быть они за короче сейчас мол молодежь как говорит короче короче я иду как-то по историческому факультету там что человек 7 девушек молодых первокурсниц они что они говорят не слышно но из кружка слышно все время такие фразы короче 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 тут они всех сокращают вот короче то о чем я говорил будет звучать так нечто нечто только не вместе если нет что это будет противопоставление а нечто если не что это будет отрицание правда отрицательная категория а нечто вот некоторые стоят смотрят но это нечто я на лекции побывал это нечто да красота нечто а впереди нахально стоит что отрицание это не что нахально но раз она стоит впереди а категория позитивное нечто да но все считают что нечто это позитивное раз она позитивное, но впереди стоит нечто, значит там это хорошим не кончится, там будет какая-то борьба. Правильно? Ну как они могут ужиться? А что олицетворяет это неопределённость? Она же включена, это вот не бытие, принятое в бытие, оно же принятое в нечто. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Нечто – это же бытие наличное, определённое наличное бытие. И вот смотрим мы на это нечто, и начинаем вспоминать, откуда оно взялось. Нечто же – это наличное бытие. А в наличном бытие есть встановление. А в становлении есть два момента. А на лице у нас досокращались. Оптимизация у нас прошла. Уже одного момента нет. Что делать? А вот мы нашли второй момент. Значит, надо взять не только нечто как позитивное, а и нечто ещё как негативное. А как называется негативное нечто? Иное или другое. Иное или другое. Значит, надо взять нечто и как нечто, и как иное. Давайте теперь будем рассматривать. Рассмотрим нечто по отношению к иному. По отношению к иному оно нечто. Давайте рассмотрим теперь нечто по отношению к самому себе. Отношение к самому себе – оно тоже нечто. Давайте рассмотрим иное по отношению к нечто. По отношению к нечто оно иное. Но если мы его взяли, то оно надо взято за нечто, а тогда наше нечто – это иное. Правильно? Теперь последняя операция логическая. Я на этом, так сказать, закончу лекцию. Она у нас уже переросла и так уже в ту часть для вопросов. Давайте рассмотрим иное по отношению к самому себе, то есть к иному. Иное, взятое по отношению к иному – это что? Правильно, иное. Вывод и пишем. Умеет, кто хочет на бумажке, сейчас вот записывает на микрофон и на видео такую сакраментальную фразу, что иное, иное, иное есть иное. Вот. Вам смешно, а мне объяснять иное, иное есть иное. Объясняю. Эта фраза непростая. Она содержит в себе противоречия. Показываю. Иное, иное есть иное. Ну, что тут непонятно? Было иное, осталось иное. Правильно? Это иное. Иное, иное есть иное. Сколько вам можно объяснять, что это иное? А не то, что было. То есть, это прямо противоположное. Не такое иное, которое иное, а другое иное. То есть, в нем содержатся два утверждения, что иное и иного равно самому себе. Иное и иного. Это сейчас я уже не голосом, а уже категориями выражаю. Не равно самому себе. Вот вы равны самому себе? Что я додумался? Нет. Что? Уже вы даже себе не равны? Что делают тут с людьми? Что мы создали тут в университете? Люди уже не знают, они себе равны или нет. Себе равны. Валерий Александрович, а? Себе равны. Вы равны? Нет. Так, первый вопрос. Хороший ответ. Согласен. Второй вопрос. Вы равны самому себе? Нет. Вот если бы это он отвечал, то было бы хорошо. А если вы отвечаете плохо, вы равны. Пока. То есть, оба ответа правильные. Почему? Потому что, если человек живой, ну вот, пока я задаю вопрос, у вас там кровь-то ведь, как бы мы уже с вами выясняли это дело. Она же движется всё время. Так? Во-вторых. Вот сейчас вы улыбаетесь. Чего вы улыбаетесь? Из-за этого улыбки ваши вы не равны теперь самому себе. А вот теперь вы опять не равны. Вы только что улыбались, а теперь вы такой стали. Надо как-то тут определиться. То есть, что мы имеем дело? В чём состоит вот состояние нечто, которое мы рассматриваем. Это равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Вот что мы получили. Нечто равно, потому что иное – это же нечто. Это мы сначала про иное, оно прямо выражено. Иное, иное есть иное. Тут выражено и равенство, раз иное – иное. В начале иное, в конце иное. Но в конце же иное, значит, уже не то, что в начале. То есть, вот эти обе мысли здесь выражены, это противоречие выражены, и это выражается следующим утверждением. Поскольку иное – это нечто, то можем про нечто сказать, что нечто и равно самому себе, и не равно самому себе. Вот я про вас не буду говорить, я уже так на вас напал. Студентам я говорю в университете, вот вы равны самому себе? Он говорит, да. И все? Или не равны самому себе? Нет, я говорит, равен. То есть, леса моя бесполезная. Правильно? То есть, сколько я вот не читаю, это все равно, не в коня корм. Как студент, с чем пришел, с чем уйдет, то это бесполезно. Ну, ничего не поделаешь. А если вы? Он говорит, тогда я лучше скажу, что я не равен самому себе. Ну, если они равны самому себе, отдайте документики. У вас есть там что, студенческий билет, паспорт есть у вас с собой? Снися сюда. Мы его отдадим в соответствующий орган, а вы уже другой человек. Знаете, он говорит, я послушал вашу лекцию и стал совсем другим человеком. Другим? Хорошо. Документики сюда. То есть, в чем особенность этой категории? Это категория изменяющегося нечто. Всякое изменение к этому сводится. И это проникло не только в такие возвышенные умы, но и в умы наших рекламщиков. Потому что я после очередной такой лекции в университете иду, спускаюсь в метро Селестровское, а там реклама. Девушка такая в красивом платье, светастом, и написано «Меняйся чаще». Здорово. И все. Ну, думаю, одна сторона все-таки меняется. Вот так можно доменяться. Потом тебя не узнает, родная мать. Некоторые потом и волосы вылезают, там что-то не делают. И тут я, значит, буквально через недельку иду с другой стороны через Дворцовую площадь и подхожу к углу, вот где уже остановки. И вдруг реклама ищет, там написано «Меняйся, но оставайся собой». По Reflame. Вот думаю, дает Reflame. Освоил диалектику. «Меняйся, но оставайся собой». Вот согласны к этому уже? Диалектическая же постановка вопроса, да? Или «Оставайся собой, но меняйся, но ничего же, как вы собираетесь остаться с собой? Если ваше быть собой, это значит все время развиваться, да? То есть все время меняться, поэтому это не противостоит. Вот это категория изменений. Иногда, вот я для интереса, меня иногда спрашивают, там вот, если я на такси еду, водители, «А чем вы занимаетесь?» «А что это такое философия?» «Ну, говорит, вот вы сейчас едете, вы эту точку проезжаете». «Да». «А вы в ней находитесь, когда проезжаете?» «Да». «А как вам удалось так это затормозить-то здорово так? Чтобы вы в ней только находились?» «Ну, тогда я в ней не нахожусь». «А что, тогда перелетели?» «Эта точка исключена?» «Вы её не проезжали?» «А у меня вот оплачивается весь маршрут». «А эта точка выпала у вас?» «А как же быть?» «А выражается это только двумя противоположными утверждениями. Всякая противоречия выражается двумя противоположными высказываниями. Нечто равно самому себе и нечто не равно самому себе. Но мы с вами, конечно, дальше пойдём, не просто остановимся на изменении, потому что на самом деле есть более высокая категория. Это такое изменение, которое состоит в движении простого к сложному. так, простого к сложному и менее и вот это движение простого к сложному называется развитие. А не просто тут, не просто, не равно и всё. Потому что не равно, можно говорить, давайте мы перестройку сделаем. Это вот движение, в котором направления нет, а наоборот даже усматривается прямо противоположное. вот если перестраивается социализм, перестройка социализма, это что такое? Перестройка. Пере, это изменить. Что изменить? Стройка. Какой, если социализм изменить на другой строй, какой будет строй? Какой, если социализм. Вы передавали? Вам же прямо сказал, Михаил Сергеевич, у нас перестройка. Коммунизм можно сделать. Что? Социализм это и есть, правильно. Да. А сидят люди, слушают это дело. Ну вот, значит, таким образом нужно двигаться, изучая науку логики. Изучение науки логики для слушателей Красного университета это материал обязательный. В каком смысле обязательный? Обязательно надо его изучать. А когда вы это всё изучите, что вы там поймёте, это необязательно. Почему? Потому что, если даже мы сделали это обязательно, из этого не следовало бы, чтобы всем будет понятно обязательно то, что преподается. Значит, лекции существуют для того, чтобы облегчить собственное изучение работ классиков марксизма и диалектики Гегеля. Облегчить. В том числе с помощью того, что вы самостоятельно отвечаете на вопросы на семинарах, с помощью того, что мы довольно быстро проходим по всем основным идеям этих работ. Ну и понятное дело, что человек сам самостоятельно изучает. То, что учиться означает учить себя. А вовсе не то, что вас учит. Вас никто не научит, потому что научиться невозможно, научить невозможно, если человек сам не учит себя. Поэтому мне вот недавно один товарищ прислал, говорит, какие бы такие маленькие сделать, вроде как книжки про Мао Цзэдуна, от Мао Цзэдуна, коротенькие, так чтобы там было все разложено. Можно, говорю, сделать, и будут у нас начетчики и догматики. А вот тут ни начетчиков, ни догматиков у нас не будет. То есть голову мы поломать должны, чтобы не потом ломали голову, весь народ не ломал голову через вот в той ситуации, в какую мы попали. Ну вот на этом я лекцию закончу, а как вы понимаете изучение у нас на этом не заканчивается. Продолжается. Так, ну у нас по плану второй, второй, вторые 50 минут предполагаете вопросы. Какие есть вопросы? Вопросы у нас могут быть не только по этому материалу, но и по-другому, да. Ну, Коля, можно не совсем, поэтому скажите вопросы об оборудовании экономики. Мы когда рассматриваем предлог, то есть сначала надо руду добыть, ее на столе летели завод передавить. Видимо, там от одного предприятия и другого от добывающего к металлофлоризму цеха. Идет передача, то есть добавляется НДС. Потом вот эти листы и чурки железные, они идут в металлообрабатывающий цех. И цены все повышают, повышают и повышают. То есть там НДС в каждом разе добавляется, оно потом все-таки как-то вычитается. НДС-то вычитается, а цены-то не снижаются. А цены-то все время растут и растут и растут. То есть это вот механизм включен. Сейчас в России включен механизм постоянного повышения цен. Кроме того механизма, который еще закладывает 4% наше Центробанк. То бишь, было 5 переходов, то там надбавка получается 100% стоимости на продвижение идет? Нет. Получается. Каждый раз имеется повышение, но для каждой фирмы это, поскольку она не только сама добавляет, а в то же время ей то, что она чужой добавка, чужой ДС, ей возвращает. Фирмы проигрывают мало, то есть один раз может они это проигрывают, а вот конечный покупатель, конечный потребитель, он, так сказать, находится в конце, а раз он находится в конце, вот все это повышение цены падает на него. Потому что фирмы это НДС компенсируют, но в итоговую стоимость все равно там можно... Вам никто не было, у вас вы выходите из магазина, за вами бегут гражданин, вот мы вам возвращаем НДС. Не было такого? Я только последний НДС вижу в чьи. А все предыдущие этапы производства... Все предыдущие этапы вы не видите, но цена-то из-за этого выросла. Цена-то все время вырастает. Цену никто же не снижает, вот на каждом этапе, а вот представьте себе, не было бы НДС. НДС это же не производственный процесс. Что такое? Это искусственно приписанные затраты, якобы, добавленные. Кто добавил? Налоговики. Налог на добавленную стоимость. Да как кто добавил-то? Как сюда попал? Сначала вы получите прибыль, а с прибыли возьмите, скажем, путем прогрессивного налогообложения, возьмите больше из того, у кого больше прибыли. Закончите с производством, потом берите деньги. Они берут деньги, на каждом, чтобы я шагнул, с меня деньги взяли. Вы шагнули, с вас взяли. С каждого вот этого звена на каждом этапе берут деньги. Причем потом компенсируют, не компенсируют, а в итоге на последнем этапе, когда это заканчивается, вот тогда эта повышенная цена обрушивается на население. То есть у нас постоянная раскручивающаяся спираль повышения цен. А цены должны падать или расти? Падать или расти. Вот товарищ. Товарищ. Слава Васильевич, я задам такой вопрос подлиннее немножко. Дело в том, что и везде под вашими роликами и в комментариях и даже без вашего участия идет без конца этой дискуссии. И здесь она идет все время. Дискуссия о том, что такое пролетариат в его самом узком определении, что такое в таком случае диктатура пролетариата, кому будет принадлежать власть. Вы много раз объясняли это. И многие люди, кроме вас, много раз объясняли. Но, по-моему, чем больше объясняют, тем больше путаница. Путаница никакой нет. Это не путаница, а классовая борьба в сфере идеологии. Это не путаница. Это путаница у тех, кто думает, что это путаница. Это самая настоящая классовая борьба. Если, сказать, это классовая борьба, значит, надо не допустить создания диктатуры пролетариата. Чтобы не допустить создания диктатуры пролетариата, значит, надо в рабочий класс записать тех, кто ее осуществлять не может. А я стою на том, что надо оставить записать тех, кто осуществлять ее может. А кто может? Об этом Ленин написал, это, наверное, вы читали и слышали неоднократно. В Великом Почине, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, он даже и не говорит, что они пролетариат. И не говорит, что это рабочие. Он говорит, городские, фабрично-заводские, промышленные, не складские, не транспортные, не строительные, никакие другие рабочие, не истопники из Академии наук, и не истопники лыжной базы и так далее. То есть не те, кто обязательно является рабочими, а только городской, фабрично-заводской, промышленный пролетариат. Вот в чем фокус. А фокус не в его интересах. Интересы, и заинтересованы в этой декаде пролетариата вот все те, которые претендуют на роль пролетариата. Они все заинтересованы. Вопрос не в том, кто заинтересован, а кто будет делать. Кто это будет делать, на самом деле, кто создавал городские, фабрично-заводские советы в пятом и в семнадцатом году? Создавали вот эти люди? Программисты? Интеллигенты создавали? Или рабочие? Какие рабочие? Крупных предприятий или на мелких предприятиях, на живопырках, которые находятся? То есть надо этот вопрос рассматривать вместе с вопросом о том, а с какой целью вам нужна эта терминология? Если для красного слабца, то как хотите, так и называйте. Если вам эта терминология нужна для того, чтобы четко и определенно вести Ленину на создание системы диктатуры пролетариата через советы, тогда надо выделить единственное вот эту часть рабочих, хотите их не называйте пролетариатом, хотите, а и Ленин их и не называет. Он говорит, диктатура пролетариата. Он не говорит, что это диктатура именно этих рабочих. Он говорит, диктатура пролетариата это научное, латинское, историко-пилософское выражение означает вот что, что не весь пролетариат будет руководить, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие должны руководить всей массой и могут руководить. Трудящие с эксплуатированием во всей борьбе за полную среднюю классу. А все остальные могут помогать. Помогать может и буржуазия, отдельные люди. Я хотел уточнить, я так и не договорил, что многие сейчас предлагают расширить эти рамки, отказаться от ленинского определения, сказать, что вот у нас же много сейчас, все поменялось, что там программистов очень много, здесь среди присутствующих тоже очень много. И что? Я хочу предложить вам как ученым, который из собравшихся всех лучше всего владеет вопросом, допустить, вот ввести в это ленинское определение, это конечно очень плохо, ввести в это ленинское определение еще этих несчастных программистов, потому что по-моему они уже... А ленин там в гробу не перевернется на красный пункт? Мы его пока просто, мы ему об этом не скажем. Я по крайней мере точно не скажу. Да вы-то не скажете, это у нас ФСБС донесут. Ну ничего страшного. Они там дежурят иногда. Но вот что будет на практике, если все-таки допустить вот такое вот изменение этого определения? Вот нужно именно момент отразить, изменение всего движения. Кому нужно? Кому? Какому классу это нужно? Скажите. Программистам нужно. У нас же вопрос как должен стоять? Вам нужно? Мне нужно? Валерий Александрович, вам нужно? Вам кого нужно? Чего нужно? То есть вопрос состоит, какому классу это нужно? Вот если мы так поставим вопрос, то будет все понятно. Потому что это вопрос, связанный с тем, какой мы хотим установить строй. Если мы хотим установить советскую власть, то советская власть устанавливается с помощью советов. А советы, я еще не видел никаких других слоев. Можете себе представить советы, которые установят ученые? И что? Да вы сейчас закрыли половину вузов страны, и где эти бойцы? Там что, это неграмотные люди? Это все люди очень высокообразованные. Их просто увольняют, как пешек просто. Половину вузов страны. Программистов, они работают как кроты. Их посадят в клетушки, вот с такими перегородками, как коров, и доят их до самого позднего времени. И что они могут? Как кто-то что-нибудь скажет? Оплачивают неплохо. Сразу увольняют. Идите, ищите другое место. Кто может, и какой слой сейчас, кроме, опять-таки, городского, фабрично-водского рабочего класса, может этому всему наступлению? Не просто противостоять, а тут надо, кто вот победить может? Победить. Кто может выступить в альтернативу? Никто больше не может выступить. Никакие рабочие, хоть они сто раз рабочие, и пролетарии, но если они не городские, а вот где они ездят на автомобилях между городами, и спят, так сказать, между городами где-нибудь в лесу, и бандиты на них нападают, и у них всё отбирают, и они работают там как черти, и ничего они не могут сделать, поэтому им хотят Платон сделать, хотят Нептун, хотят ещё другую планету придумать. Всё угодно с ними делают, они не могут сопротивляться, и не смогут. Есть такой канал, «Весник буря», вот буквально на этой неделе был стрим, и там Андрей Руденко, по-моему. Руденко. Руденко, да, извините. И он как раз лидер профсоюза учителей, и он на последнем стриме говорил, что хотел бы с вами встретиться по возможности. Мне кажется, что как раз по этой теме. И что, а в чём смысл вопроса? Учителя, наверное, тоже претендуют на… Так же, как и программисты на эту роль. Я думаю, что учителя не претендуют. Если вы представляете себе работу учителей, они ведь неправильно говорят, какая у них зарплата. Зарплата маленькая. Для того, чтобы иметь хоть более-менее сумму денег, на которую можно прожить с семьёй, они берут вторую ставку, и они не вылезают. Причём, если раньше учитель, это был человек, который сам определял, как он будет строить свой урок, и были учебники на всю страну. И эти учебники не надо было таскать с собой никогда в школу. И не надо было их из школы таскать. Они лежали в библиотеке, и можно было их держать дома. Все, кто это время помнит или кто знает, ходили с пустым портфелем. Там была тетрадка и дневник, и всё. А вы посмотрите сейчас, что делается-то. Они несут всё. А почему? Потому что учителям не доверяют преподавать. Потому что есть представители когорты образования 2011-2100 года. И учебники под этим флагом издаются. Какие-то придурки делают продурковатые учебники, и всех заставляют этому учить. Вроде как, вот, например, весь курс, окружающий мир. То есть весь мир изучаем, меня нет. Вокруг меня всех изучаем, кроме меня. Если это окружающий мир. Вы входите в окружающий мир? Не входите. Если это вас окружает, то не входите. А если меня окружает, то я не вхожу. И учебники не очень хорошие. То есть люди способные, которые есть среди учителей, им ходу не дают, потому что формализм страшный. Поэтому они затюканы эти. Поэтому и профсоюз учителей, им очень трудно работать. Они очень мало что могут сделать. Да. Я хотел просто разговаривать еще этот вопрос предыдущего товарища. То есть смысл в чем? Почему этот вопрос задается постоянно? Вы спрашивали, кому класс это выглядело? Просто получается, что общество уже чувствует, что назревают вот эти события какие-то. Ну, какие-то события назревают. Общество это чувствует. Но тот класс, который, в принципе, по науке должен какие-то движения производить. То есть на какой класс должно опираться вот это движение, он как бы пассивен. Поэтому вопрос возникает, как бы, чтобы сделать, чтобы, чтобы, ну, либо как бы с одним классом что-то сделать, овощить его, там, не знаю, там. Это вопрос у вас? Ну, это и вопрос, как бы, и, ну. А вопроса не вижу. Вопроса не вижу, но я хочу, ну, если вы его, так сказать, выставляете не как вопрос, а некую полемику по этому поводу, то я еще раз хочу сказать. Ну, вот Маркс и Энгельс писали свои произведения, что как там, здорово рабочий класс боролся, когда они писали? Вот когда Энгельс писал положение рабочего класса в Англии. Здорово боролся? Никак. Никак он не боролся? Умирал. Ну, это наука или не наука? Наука. Ну, это наука. Вот эти люди, которые хотят, они что хотят? Они чувствуют запах власти и хотят уже попасть туда, в эти органы власти, там, где будут кабинеты, где будут буфеты, где можно будет получить твердокопченую колбасу без добавок и так далее. Для этого им только нужно сказать, что они тоже в этот класс входят. Вот мы это в рабочей партии России пресекаем очень просто. Пожалуйста, принимаем кого угодно. Представители, вот все, кто хочет бороться, и мелких буржуа, и рабочих, и нерабочих, и интеллигентов. У нас программистов, можно сказать, программисты скоро возьмут власть уже. У нас такой костяк очень мощный программистов. Мы тут отдельно зачесались, не программисты. Профессоров, само собой, которые за диктатуру пряты. Но как вот происходит это собрание? Собрание происходит очень просто. У нас в уставе записано, что голосующие рабочие. Вот для того, чтобы рабочие поднимались, надо, чтобы к ним другие слои относились с пониманием и с уважением. А если это будут такие партии, в которых рабочие на задних рядах, и в которых хотят затоптать, и вот эти люди, которые научились говорить громко, писать, в контактах писать, в фейсбуках, в твиттерах и так далее, вот чтобы их не добили, не забили, надо им дать соответствующее место. У нас получается так, приехало 4 человека на собрание в Глияновку. И еще 20 человек интеллигентов. Интеллигентов, мелких буржуанов, там, кого угодно. Идет обсуждение, все участвуют. Это же хорошо. Вот интеллигенты, они же могут подать очень умный совет, правильно? Они могут разработать то, что рабочий не разработает. А потом голосование. Голосование по уставу такое, что в момент голосования должно быть обеспечено большинство рабочих при голосовании. А как сделать их? Всего 4. Значит, сколько интеллигентов может голосовать? 4. 3. 4. Пополам. Это у вас пополам. У нас в уставе большинство рабочих, а у вас пополам. У вас не большинство не обеспечивается, не пройдет ваше предложение. У нас в уставе записано большинство 3. Вот 3 человека. Я никогда не бываю в числе этих голосующих. Вот, Валерий Александрович, не даст соврать. Почему? Во-первых, потому что я не рабочий. Раз. Во-вторых, потому что, если я не могу убедить двух рабочих, я не интеллигент. А то о чем я лезю в голосующие? Ну, интеллигент, он чем должен действовать? Этим или этим? Ну, интеллигент. Вот мы здесь собрались, интеллигенты, мы как бы интеллигенты собрались головой. Ну, головой надо людей убедать, помогать рабочим, а не тем, что мы вместо них будем голосовать. Они должны нести ответственность и решать. Потому что им придется на самых трудных участках действовать. В том числе ночью. Я одного товарища из университета никак не могу убить. Я говорю, так, ты с винтовкой пойдешь ночью? Подумал, говорит, нет, ночью не пойду. Ну, и все, дискуссию закончили. Потому что все это ведь выражается в том, кто привык ходить в ночную, а кто привык ходить на работу иногда, как некоторые. Вот такая штука. Поэтому давайте будем этот вопрос решать неприменительно к тому, чего хотят, кто. А примитительно к тому, что нужно для того, чтобы можно было установить диктатуру пролетариата. А тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот, как говорил Ленин, либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуны, но и на собрания пускать стыдно. Вот там давно уже, товарищ. Тянет руку, да. Роль партии в принятии социализма, потому что есть опыт у нас советского периода, когда уже на поздних этапах в партию, скажем так, рабочий клан практически не шел, нашли, скажем, интеллигенции, те, кому достиг определенных высот, то есть превращавшиеся, опять же, в управляющую парадную. То есть среди рабочих партийцев, скажем так, был меня. Именно верхних шелом партии, то есть именно рабочих не было. Это вы так и предлагаете? Ну, это я так представляю, да. Это вы так и представляете и излагаете. А я вам сейчас, а я вам хочу как раз вот на этом же примере показать, какова роль партии. Пока партия была партией рабочего класса, и по названию, и по содержанию, и когда мне ее не просто набирали рабочих и интеллигентов, как это было при Брежневе. При Брежневе в партию, это я вам точную цифру даю, можете ее взять, она оповергает все, что вы говорили. В партию принимали 59,2% принимающих были рабочие. В свое время по этому поводу еще Сталин племизировал с Зиновьевым, потому что у нас в партии было большинство рабочих, но не такое уж сильное большинство в КПВ. И поэтому, значит, а вот Зиновьев предлагал, чтобы надо 90% рабочих в партии. Сталин выступает и говорит на пленами, что у нас сейчас 60%. И надо сказать, что вот тот костяк, который воспитан крупным машинным производством, фабричным производством, который является носителем коллективизма, исчерпан. Если мы начнем еще принимать, процент доводить, а зачем это делается? Потому что принимает еще тогда, соответственно, интеллигентов уже там расширяется. Это приведет к тому, что наши партии, вот туда будут те рабочие войдут, которые вчера были мелкими буржуа. Только что приехали из деревни, их вот по линии рабочих отправят в партию, и партия станет мелкобуржуазной, и мы потеряем диктатуру пролетариата. Вот это произошло, именно это и произошло. Вот считайте, что вот то, к чему сейчас призывают настойчиво, и вы тут даже ходатайствуете адвокатом, чтобы вот кого-то еще записать в рабочие, и чтобы эти рабочие, они бы набились в эту партию, и партия перестанет быть партией рабочего класса. А если партия перестанет быть партией рабочего класса, я имею в виду по характеру деятельности, а не потому, что там будет большинство записано, давайте запишем всех в пролетарии, и будет пролетарская партия. А потом никто никому не мешает. Создавайте такую пролетарскую партию из-за одних интеллигентов, или из-за одних программистов, или из-за одних профессоров. Создавайте. У нас запрещается, что ли? Нет. Создавайте. Говорят, нет, вы создайте. Нет, мы создадим такую, партии рабочего класса, и создаем такое, и укрепляем. Вот поэтому как раз события вот этого времени показывают. А как только партия перестала быть партией рабочего класса, она выкинула самое главное в марксизме диктатуру Петриата на 22-м съезде. А после этого уже события не могут иначе развиваться, кроме как должно произойти уничтожение социализма и возрождение, реставрация капитализма. Что и произошло. Дополненный вопрос. Когда получается на раннем этапе, когда мы сейчас в нашем обществе живем, решающий вопрос партии рабочий класс, ну и пролетарий, как мы его называли, в момент становления, то есть когда социализм происходит, в принципе мы спускаем решающий вопрос от интеллигенции. Нет, это не мы, это ревизионисты так спустили и кончилось дело реставрации капитализма. А вот мы должны стоять на том, чтобы партия рабочего класса, должна быть партия рабочего класса на весь период, который является периодом диктатуры пролетариата. А вы, наверное, знаете, какая дискуссия есть в литературе. Одни говорят так, в переходный период, все. Другие говорят, вот на начальных этапах социализма. Третьи говорят, хрущевцы. А вот, ну, когда удалось сбросить, до этого, значит, видимо, и нужна была диктатура. А дальше она уже не нужна. И все. И меньше всего людей выступает за то, чтобы это было до полного уничтожения классов. Но в эти меньшее число входит Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Полное уничтожение классов тогда получается на всем земном шаре? Нет, не на всем земном шаре. Не получается на всем земном шаре. Эту тему Ленин писал, что это вот раскистов сразу решить проблемы на всем земном шаре. При империализме так не бывает. Это неравномерное развитие, поэтому пролетарская революция может победить сначала в одной отдельно взятой стране. И, соответственно, и социализм построить так же. Ну, а коммунинг тогда не получится построить, получается. Пишут. Вопрос есть. Да. Что значит сущие в науке логики? Сущие в науке логики означает непосредственное бытие. Бытие, которое перед нами. Так, еще. Согласно манифесту коммунистической партии, одной из задач партии является формирование пролетариата в класс. И мы говорили на прошлом занятии, что из класса в себе в класс для себя. Вот хотел бы пояснить, что значит с точки зрения категории диалектики в себе и для себя. Значит, я чувствую, вы науке логики первый том не прочитали. Пока нет. Там вы объяснение найдете. Потому что в себе в себе означает равенство с собой. Что рабочий класс должен оставаться рабочим классом, а не быть на поводу у тех, кто его заведет прямо в противоложную сторону. Скажите, пожалуйста, какой класс составил костяк гитлеровских армий, которые пришли уничтожать нашу Родину и наших людей? Какой класс? Рабочий. Так вот, рабочие могут превратиться не только в баранов, которых поведут на убой. И, кстати, многие оказались такими, которых здесь поубивали, так сказать, уже русские рабочие. Они еще оказались вот той дубинкой, которая действует в интересах буржуазии. Вот чтобы это не произошло, надо в этом разбираться. Поэтому первый условик, чтобы был класс в себе. Класс в себе – это класс, который равен самому себе. Они ориентируются на противоположный класс и не поет с чужого голоса. Вот что ему нужно сделать. А что такое класс для себя? А вот класс для себя – есть такое понятие для себя, когда мы от конечного переходим к бесконечному. Вот как раз в этом учении о бытии, которое мы должны сегодня рассматривать, у вас вопрос по существу. В бесконечное. А бесконечное понимается в науке логики не так, что вот, так сказать, больше, 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 больше. Нет, бесконечное, которое включает в себя конечное, поэтому есть только бесконечное, а в нем конечное, как его отрицание. Вот вы как считаете, вы бытие или отрицание? Бытие. Бытие? А вот у Гегеля так, получается по Гегелю, что человечество – это бытие. Я-то вас хотел позвать, считать, что мы с вами представители всего человечества, вечные, бесконечные и вечные. А наше здесь пребывание в этом мире конечное и ограниченное. Поэтому мы в этом смысле выступаем здесь в качестве некого отрицания. Поэтому себя вы, если хотите увековечить, то сделайте то, что нужно всему человечеству, скажем, в обществу, рабочему классу, и вас будут помнить вечно и все таки прогрессивные люди. Например, неужели вы думаете, что Чайковского больше исполняли, при жизни Чайковского. И сейчас его гораздо больше исполняют. Правда? А издают Ленина, больше издали при жизни или после смерти. Поэтому, если вы хотите быть вечным и бесконечным, это вот будет для себя бытие. То есть вы уже для себя бытие. То есть вы не ограничены ничем. Нет никакой границы. Потому что если вы в себе бытие, то есть граница. И вы не можете перешагнуть. Или перешагиваете, обновь восстанавливается, перешагиваете, это дурная бесконечность. А вот если вы уже бесконечные и служите бесконечному, ну тогда границ нет. Это для себя бытие. И вот рабочий класс должен свою всемирно-историческую роль создать для нового общества. Понять? А он, как вы правильно говорите, многие и не понимают. Они продолжают работать сверхурочно. А тем самым они не могут осознать, потому что время для этого надо, чтобы осознать. И образование не получишь, если у тебя нет времени, для того, чтобы получать образование соответствующее. И поэтому они вот, так сказать, так страдают или продолжаются. И вот это, в чём роль интеллигенции здесь? Это же носители знаний. И наша с вами. Вот роль интеллигенции состоит в том, чтобы помочь рабочему классу осуществить его всемирно-историческую роль. Нам примеры таких интеллигентов известны. Маркс, Энгельс, Ленин, Дзержинский и так далее. Их очень много. Сталин. Это всё интеллигенты. И как вы думаете, интеллигентам мешало понимание рабочего класса, как вот то, которое я отставил, оно им не мешало, оно им помогало. Да? Как вы считаете, сейчас рабочего класса, представителей рабочего класса больше, чем царской России было? Конечно. Там было около 10 миллионов, сейчас 27. Меньше, Николай Тимович, там даже меньше было. Ну, не больше, по крайней мере. Вот вы сказали, что Маркс и Энгельс, они организовали в то время неработающих рабочих. Как? Такого не говорил. Неработающих они организовали? Да что вы говорите? Работающих. Да нет, они организовали союз борьбы за освободение международное товарищество рабочих они организовали, международное товарищество рабочих, они не работающие. Не слышите, нет? Маркс, председатель международного товарищества рабочих, по заданию международного товарищеского рабочих написали коммунистический манифест. Так, Энгельс, он в борьбу рабочих за свои права внескал. Что? Энгельс внескал в организацию борьбы рабочих за свои права. Конечно, а как же. И все его книги, это и есть вклад его в борьбу рабочего класса. Он, например, доказал, что не может быть общенародного государства. Это его вклад. Он прямо писал, что это сапоги в смятку. Что это, так сказать, либо это государство еще остается, то оно ненародное. Если оно народное, то оно не государство. Соединение слов народ и государство недопустимо. Так что вклад его очень велик. Если они внесли свой вклад в то время формирование классового сознания среди пролетариев, им в этом деле помогли, почему мы в наше время не должны то же самое сформировать классовое сознание среди тех же самых программистов, чтобы они осознали себя как класс, создали свои профсоюзы, начали работать, бороться за свои права. Какой-то у вас логический сбой. Если вы хотите, чтобы у них было сознание, они должны осознать себя не как класс, а принадлежность, осознать свою принадлежность к слою интеллигенции, к тому, что они носители знаний, и что их обязанность общественная состоит в том, чтобы помочь рабочему классу установить свою диктатуру. Почему они не пролетари, если они отчувствуются? Потому что они не рабочие, потому что вы до сих пор не усвоили разницу между тем, чтобы непосредственно создавать идею или создавать материальный продукт. Материю и идею не надо путать. Если вы идеалист, тогда да, тогда вы гегельянец, а не материалистический диалектик, а гегельянец. А если вы материалист, то вы должны понимать, что весь исторический материализм построен на развлечении того, что есть материя, а что есть формы, сознание. И если вы этого не можете понять, или вы это не перешагнули, то вы ничего общего ни с марксизмом, ни с коммунизмом, ни с рабочим классом иметь не можете. Вы тогда противник рабочего класса. Вот так стоит вопрос. Не просто. Они же работают... Я инженер, работаю на компьютере. Что я от этого? Становлюсь этим пролетарием, потому что мне зарплату платят? Вы о чем говорите? Я не рабочий никакой. И к рабочим никакого отношения не имею. Я не телекистический. Значит, я думаю, что мы должны немножко отрегулировать формат. Значит, наши... Садитесь, пожалуйста. Значит, во-первых, наше время истекло. Во-вторых, наше время дается не для того, чтобы не квалифицированные люди обучали квалифицированных преподавателей Красного университета. Наше... Это время дается для того, чтобы люди, любые, кто сюда приходит, поучиться, могли задать вопрос и получить квалифицированный ответ. Я сделал сегодня ошибку, что я предоставил вам возможность выступать как на митинге. У нас не митинг и не собрание. Вы собираете, сделаете партию, хотите программистов, хотите лесников, хотите лесорубов, кого хотите, и там обсуждаете, митингуете. У нас здесь учебные занятия. У нас выделено время, второе, после лекции, для того, чтобы люди могли задать вопрос и получить ответ. А не для того, чтобы мы спорили по поводу этого правильности и неправильности. Спорить можно всю оставшуюся жизнь. Иначе мы потеряем время, и многие люди не смогли задать вопросы, которые были. Это нехорошо. И вы из тех, кто и отнял это время. И я из тех, кто пошел у вас на поводу, должен был осуществлять диктатуру пролетариата. Но я виноват. В чем мы каюсь? Так, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.